МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы хотим отработать для себя тему, которая была в прошлую пятницу, которую поднимали на встрече с Юрием Перелыгиным, который руководит проектным институтом питерским, Ленгий Прогор. И мы уже об этом говорили в эфире. По приглашению губернатора Кировской области Игоря Васильева и сети-менеджера нашего города Ильи Шульгина приезжал специалист. Напоминаю, что Ленгий Прогор специализируется на проектировании таких больших территорий. Они занимаются также генпланами, занимаются выработкой совместно с муниципалитетами социально-экономических стратегий. И Юрий Александрович вместе со всеми главами, мы с Дашей тоже ходили в четверг накануне встречи с общественностью, прошли по нескольким точкам. Они осматривали сеть обрагов засора, набережную, центральный рынок, железнодорожный вокзал и район Крина. И потом в пятницу всё это вылилось во встречу, в которой участвовали вот уже упомянутые нами Игорь Васильев и Илья Шульгин. Там была глава города Елена Ковалёва. Там был министр ЖКХ и энергетики. Там были все главы территориальных управлений. Там была архитектура городская. Там были представители вуза нашего, ВИАДГУ. Там были представители общественных проектов. Из Киров меняется, и там были наши архитекторы и проектировщики. И там были даже представители ТОСов и центров местной активности. Кто-то даже из районов был. Там была глава города Герочепецка. Елена Михайловна, да, вместе со своими коллегами, очень заинтересованный человек, который тоже следит буквально за всеми возможностями, проектами, которые связаны с градоустройством и благоустройством. Это такая вторая встреча у нас была. Напомню, там весной приезжал целый такой десант. Вау-хаус во главе с Шапира. Не помню, вторые кто-то. Там несколько было. Ну, столичные уже. Да, да, да. И вот этот внешний взгляд, который наши главы отмечают, очень важно увидеть, услышать и учесть. Мы в очередной раз с вами почувствовали. Мы потом обсудили. У нас была дискуссия. И вот сегодняшний Урбан посвящен именно этой встрече. Очень интересно. Мы будем сегодня рассказывать и свои замечания выдавать, что мы там услышали. Потому что Терилыгин сказал, что если есть стратегическое решение глав, то любой проект можно реализовать раз. И реализованный проект не мешает ни частной территории, ни отсутствия там сетей, ни аварий, ничего. Все можно консолидировать, привлечь инвестиции. Причем все это он рассказывал с конкретными примерами, цифрами, схемами, картами. То есть все очень наглядно было. И показал экономическую отдачу от реализации таких проектов. Вот в первом часе мы будем обсуждать, что мы услышали, свои критические замечания высказывать. И наоборот, то, что понравилось. А во втором часе мы будем примерять наш квартал, на подобные проекты, где в Кирове можно, консолидировав все ресурсы, преобразовать целый квартал. Так, чтобы не стало... Я по этому поводу специально открыла карту города. Да, и мы нашим слушателям можем рекомендовать открыть карту города. Напоминаю, что в Урбане мы принимаем звонки, слушатели 211 и 101. Вы можете участвовать в обсуждении нашем, 211 и 101. Ну и будем подключать мы еще коллег из других регионов, из Оренбурга и из Иркутска. Ну, давай представим наших гостей. Константин Кропенев у нас, общественный деятель, руководитель проекта реки Хлынова. Реки Кирова. А реки не переименовывай город. А то сейчас пойдет волна. Я запрыгнула дальше. Вятки, реки Кирова, Хлыновка и Люльченко. Владимир Смирнов, генеральный директор института по изысканию и проектированию объектов строительства инфраструктуры. Киров вот проект. Он у нас еще почетный строитель. Российской Федерации. И Иван Губин, директор политехнического института ВИАДГУ, руководитель проекта Квартал-119. За первого перерыва у нас 6 минут, поэтому, коллеги, давайте вы сейчас каждому по 3 минуты. Что вы на этой встрече услышали? Ваш первый такой взгляд после перерыва. Будем подключать Иркутск. Давайте начнем с Владимира Смирнова. Кира, фудпроект. Владимир Григорьевич. Конечно, то, что нам представил Юрий Перелыгин, идея очень интересная. Она, конечно, такая всеохватывающая. И, что самое главное, она затрагивает не только строительное, архитектурное проектирование. Мне кажется, что здесь самое главное, вот ее организационная часть и экономическая. Когда возникает идея создать на месте старого какого-то квартала новый, абсолютно используя все ресурсы, которые там есть, то, естественно, необходимо не только, на мой взгляд, стратегическое решение главы региона и мэра. Тут, наверное, первый год, два, как минимум, нужно их вообще постоянное взаимодействие. Потому что здесь возникает столько проблем, которые нужно расшивать волевым методом. Но сама идея очень интересная. Особенно мне понравилось то, что было сделано в Иркутске. Квартал 130. Да. Это очень даже впечатляет. Давайте ее опишем, что они сделали там. Что вы услышали, как вы это увидели? Как я услышал? Ну, была старая деревянная часть города. То, что было показано на фотографиях, это было, можно сказать, полное развалины. Причем за годы приватизации часть земельных участков этого квартала была выкуплена частниками, на которых они какой-то хотели развивать бизнес или даже, может, уже развивали. Часть осталась муниципальной земли. И чтобы из этого квартала сделать какую-то целостную концепцию, разработать ее, то необходимо было принимать несколько решений. Здесь нужно было считать и экономику. Потом каким-то образом делать так, чтобы, как они потом показали, значит, проект перераспределения земельных ресурсов. И это нужно с каждым частником было решить вопрос как-то по обмену или покупку. Мне кажется, это одна из самых кропотливых в итоге работ была. Это очень сложно. Это нужно с каждым частником получить добро, да, убедить его, как он рассказывал. Но и самое главное, просчитать экономику, чтобы частникам было интересно. Ну и чтобы и потом муниципалитет получил обратно в виде налогов, те средства, которые он потратит в будущем на те же инженерные сети, на строительство какое. Дальше уже техническая часть там в большей степени архитектурная, строительное проектирование, проектирование сетей. Это понятно. Это и мы в городе умеем, знаем, как делать. Но вот вся эта концепция, это, конечно, для нашего города это новое. И это так очень впечатлило. Иван Губин. Да, собственно, с Владимиром соглашусь. Таких проектов по России достаточно мало, когда комплексное решение ведет к такой серьезной, не просто преобразованию городской среды, а трансформации городского пространства с изменением функционала, с изменением содержания, с построением новых социальных связей. И самая сложная работа, безусловно, конечно, была вот именно в согласовании со всеми стейкхолдерами данного проекта, единый концепт, единого подхода. Стейкхолдеры? Что? Что такое стейкхолдеры, спросят наши службы? Заинтересованные лица. Собственно, из практики такой общероссийской, где реализовывались подобные или схожие проекты, всегда основная проблема была именно договориться с людьми, которые живут на данной территории, они как-то привыкли к своему быту, к тем условиям, в которых они находятся. И любые изменения всегда у нас встречаются сначала с критикой, с нежеланием что-либо делать, а потом только уже по прошествии какого-то времени осознается хорошо, если хорошая задумка и хорошая реализация, что немаловажно. И, конечно, опыт Ленги Прогора в этом плане достаточно интересен. Я давно знаком с проектом с 30-го квартала Иркутского, но с проектировщиками познакомился только не так давно. Константин Кропанев. Ну, я бы хотел добавить только две вещи. То есть мне, во-первых, понравилось то, что были созданы действительно какие-то новые точки притяжения в городском пространстве. И второй момент, что все же каждый из этих проектов был как бы реализован как некий бизнес-план. То есть до момента осуществления этого проекта уже было все просчитано. Было просчитано, какие деньги потратит бюджеты, областной бюджет, федеральный бюджет, какие деньги будут привлечены со стороны от коммерческих структур и как это все будет окупиться. То есть для бюджета это, естественно, появление новых рабочих мест, это новые аналоги. А, условно говоря, для... Ну, соответственно, все это считается. Притом срок окупаемости по этим проектам, по разным проектам, как было нам озвучено, составляет 5-7 лет. То есть это по нынешним временам вполне нормальный срок окупаемости. То есть не 10, не 20, не 30, а вполне себе такой срок службы одного сети-менеджера. Ну, на самом деле, мне вот эта часть показалась наиболее важной, потому что найти инвесторов и просто влить деньги, в принципе, я думаю, возможно. А вот чтобы это потом работало и продолжало приносить деньги, а не так, что деньги ушли... Как центр Ешкаралы, да, где очень много денег, но как это все живет, непонятно, ты туда приходишь, и ощущение, что ты в каких-то декорациях голливудских, я не знаю, все мертвое, нет ничего, жизни нет, совершенно непонятно, как это отрабатывает средства. Ты почетный круг вот сделал по этой территории и ушел. Ты оставлял Ешкарале вот в этом центре хоть сколько-то денег? А там есть где-то оставлять? Вот, хороший вопрос. Я говорю, вот это вот почетный круг, ты прошелся вот так вот, посмотрел, на брюги-то не очень похоже, и ушел. Да, вот сейчас мы прервемся на полминуты, в это время будем набирать архитектора, который непосредственно проектировал квартал 130, это жительница Иркутска, Елена Григорьева. Прервемся на полминуты и дальше послушаем Елену Ивановну, она расскажет, как реализовывался этот проект, с чем сталкивались. Городские кварталы, как сделать большой проект и преобразовать целый квартал, вот наша тема сегодняшняя в программе Урбан, сейчас у нас на связи Елена Григорьева, архитектор проекта 130-й квартал в городе Иркутске. Елена Ивановна, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здесь Дарья Топузлеева и Светлана Занько, и у нас в гостях Иван Губин, директор политехнического института ВИАДГУ. В нашем ВУЗе есть свой проект, квартал 119, пока на уровне идеи, но очень большое желание его преобразовать, это квартал кампуса. Константин Кропанев, общественный деятель и руководитель проекта реки Кирова, Хлыновка и Люльченко, проект, который стремится очистить и преобразовать территорию городских рек. И Владимир Смирнов, генеральный директор института по изысканиям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры Кировподпроект. Почетный строитель Российской Федерации, представляю вам наших гостей, потому что у них будет возможность тоже задать вопросы. У нас есть 10 минут времени для общения. Елена Ивановна, вы непосредственно принимали участие в проектировочных работах 130-го квартала Иркутска. Вот когда впервые вам была представлена эта идея, во-первых, кем она была представлена, да, как вы попали в этот проект. Ну и второе, первая ваша реакция. Наш проект отличается от многих других проектов тем, что главным посылом была ярко выраженная политическая воля нового губернатора Дмитрия Федоровича Мезенцева. Это было в 2009 году, за два года до 350-летия Иркутска. И была такая поставлена цель преобразовать трущобный без всяких кавычек квартал в центре города в нечто достойное исторического славного Иркутска. И это предложили всем архитекторам. Ну вот мы вделись с моими соавторами за создание концепции, создали ее буквально за неделю, презентовали федеральному министру, получили одобрение, и дальше шла работа по развитию этой концепции, превращение ее в проект планировки и дальше уже реализация. То есть в сомнении у вас и у ваших коллег не было, что можно такой трущобный квартал преобразовать? Вы говорите, вы за неделю сделали буквально концепцию. Ну, сомнения, конечно, были, потому что это был первый опыт вот такого комплексного преобразования целого квартала, да еще в короткие сроки. То есть мы понимали риск, что любая даже блестящая идея может быть дискредитирована из-за коротких сроков. И вот, ну, нам тогда губернатор Меденцев был еще неизвестен. Доверия не вызывал. Но, тем не менее, до этого лет 20 мы говорили о том, что идентичностью Иркутска являются его деревянные кварталы, чудом сохранившиеся в 20 веке. И тут, когда возникла такая возможность, конечно, мы сами себе сказали, вот родов с прыгой. Елена Ивановна, а пришлось ли столкнуться, возможно, с какой-то критикой во время подготовки этого проекта, реализации его? Конечно, да, конечно. Многие наши коллеги считали этот проект политическим, так сказать, и не верили в его успешность. Но, тем не менее, как бы после реализации, сейчас уже, по-моему, ни у кого нет сомнений, что, несмотря на отдельные недостатки в реализации, связанные с предъюбилейной спешкой, это чрезвычайно успешный проект. Проект удалось реализовать от момента поставки, постановки задач до его воплощения за два года? За два года был сделан он не в полном объеме, часть работ была уже такая постюбилейная, там был крупный полуподземный объект в центре, и его, конечно, не успели к юбилеям сделать. Но, тем не менее, историческая часть квартала уже была готова к 2011 году. Что легло в основу проекта? Какие идеи? У важного проекта легли две основных идеи, если говорить коротко. Это прокладка такой сложной пешеходной оси по центру, по неудобицам, в том месте, где когда-то были огороды, и, в общем, огороды даже не функционировали, потому что квартал находится на склоне, на рельефе. И подключение этой пешеходной оси треугольного квартала к будущей трансгородской оси общественных пространств – это вот одна из ключевых идей. Она была продиктована тем, что квартал находился в необычной ситуации между двумя оживленными магистралями. Поэтому именно для того, чтобы людям было там удобно ходить, а бизнесу удобно работать, мы внутри его проложили вот такой вот пешеходный ход, который сейчас как раз и пользуется огромной популярностью. И второе, а может быть тоже первое равное – это сохранение всего деревянного фонда, который там был, не только шести памятников реестровых, не только нескольких выявленных памятников, но и всей средовой застройки. Она реставрировалась, реконструировалась, воссоздавалась. И все дома стоят на тех местах, где они и стояли. То есть вот характер среды, его объемно-пространственные характеристики – те же самые, что были у подлинного предшествовавшего реконструкции квартала. – Елена Ивановна, добрый день. Губин Иван, директор политического института ВИАТГУ. Во-первых, привет Родине огромный, я сам из Иркутской области. – Очень приятно. – Во-вторых, на первый вопрос, по сути, вы ответили. В последние две минуты я хотел спросить, сохранились ли памятники из отчества. Я понял, что сохранились там не только новоделы, но и реставрированы дома деревянные. Собственно, вопрос тогда другой задам. А вот по событийному наполнению жизни квартала. Вы сейчас, как житель города, как наблюдаете, это все-таки стал таким деловым центром? Или это общественное пространство, где происходят какие-то события, какие-то фестивали там, может быть? – Мы предполагали, из-за того, что этот квартал находится прямо на склоне под театральной площадью, что здесь будет основное превалирующее направление по функции – это культура. И сопутствующее – это общественное питание и торговля в небольшой степени. В результате все оказалось не совсем так. Тем не менее, там шесть музеев разных государственных, муниципальных и частных. Там планетарии, музей «Ноосфера», несколько гостиниц. И, конечно, полный набор предприятий общественного питания, которые очень хорошо себя там чувствуют. Торговля сосредоточена в основном в этом полуподземном, немножко более высоком, чем мы предполагали, крупном торговом центре, который удачно назвали модный квартал. И ее больше, чем мы первоначально планировали, так скажем. Торговлю больше. Елена Ивановна, здравствуйте. Это Владимир Смирнов, генеральный директор Института Кироводпроекта. У меня два вопроса. Скажите, как распределялись роли в этом проекте местных проектировщиков и архитекторов и Лен Гипрогора? И второй вопрос. С какими трудностями вы столкнулись, когда делали проект планировки земель в связи с тем, что, как мы понимали, пришлось перераспределить частные муниципальные земли? Первый вопрос. Проектировали только местные проектировщики. Роль Лен Гипрогора, она велика. Это личная роль Перелыгина как девелопера. Он предложил вот эту схему с лотами и так далее, которая успешно себя показала. Но проектирование велось только иркутскими проектировщиками, начиная от концепции, дальше в проекте планировки и дальше по всем вот этим отдельным 30 или даже более лотам. Это уже отдельные проектные организации делали. А первоначально все делалось под патронатом граждан проекта Иркутского. А тогда попутный вопрос. А как это? По собственности, да? Да. Вот в отличие от той огромной территории иркутских кварталов, которой мы сейчас занимаемся, в 130-м квартале частной собственности практически не было. И это сильно облегчало задачи. За счет средств федерального бюджета были расстелены вот эти трущобные дома, но они не сносились, как это часто делается. А вот дальше с ними шла работа. И вот здесь как раз Юрий Перелыгин предложил вот эту схему деления на лоты отдельные и туда приглашали, иногда так очень настойчиво, так скажем, включая административный ресурс, приглашали местных и иногородних инвесторов, обещая, что это окупится и так далее. Мы тоже, архитекторы, участвовали в этом, рассказывали подробности, рассказывали, где, в каком месте, с нашей точки зрения, какой бизнес лучше заработает. И, в общем, получилось так, что наши обещания даже были превышены в несколько раз. И попутно тогда вопрос, а проектирование велось за счет бюджетных средств и как в этом случае-то с 44-м законом обходились? Вы знаете, я думаю, что здесь много чего из-за того, что это была такая вот экстренная предъюбилейная задача, было не по правилам, возможно. Мы начинали проектировать, фактически не имея исходных данных. Там нам городская администрация поначалу просто не выдавала данные, не веря в этот проект, вставляя палки в колеса. Дело в том, что буквально за месяц до прихода нового губернатора этот квартал должен был пойти под бульдозер. И там уже был сделан проект с многоэтажными домами на этот квартал. То есть там много чего было не по правилам и фактически вот это вот проектирование было доверено добровольцам. Гражданпроект нас взял под свою опеку и сначала проектирование велось за счет средств гражданпроекта. Только потом уже на проект планировки были государственные или муниципальные средства аккумулярованы. А дальше проектирование лотов велось за счет уже частных инвесторов, которые были привлечены туда. Елена Ивановна, вот этот проект вы теперь уже как житель города Иркутска можете оценить. Как он сказался, вот вы говорите, губернатора тогда совсем не знали. Как он сказался на его репутации, на его рейтинге? Вы знаете, сначала я бы сказала, вот в процессе проектирования, в процессе строительства большинство относилось к нему с неким недоверием к этому проекту. Но буквально за год, вот с 2011 по 2012 год и дальше все больше и больше, квартал стал любимым, посещаемым. Фактически туда переместился такой вот центр города тусовочный, вместо встречи, вместо, куда приводят гостей своих, кто приезжает в город Иркутск. Место, куда обязательно теперь приводят туристов. И поэтому, конечно, чем дальше, тем больше все ценят вот этот вот вклад, который Мезенцев за 2-3 года, который он провел в Иркутске, сделал в город. То есть создать новый центр фактически. И еще заодно он реанимировал к юбилею два объекта, областную библиотеку построил и возобновил проектирование и строительство большого водно-спортивного комплекса. То есть такого вклада я как бы не припомню даже от губернаторов, которые действовали гораздо дольше. Сейчас имя Мезенцева, в общем, вспоминается с благодарностью и с сожалением, я бы сказала, что так мало он пробыл на Иркутской земле. Понятно. Спасибо большое за комментарии. Елена Григорьева, архитектор проекта 130-й квартал в городе Иркутск. Прервемся сейчас на 2 минуты, и у нам точно есть что обсудить. Урбан. Программа о городских проектах. Программа Урбан. В эфире Светлана Занько, Дарья Топузлеева. Наши гости. Иван Губин, директор Политехнического института ВИАДГУ, руководитель проекта Квартал 119, Константин Кропанев, общественный деятель, руководитель проекта Реки Кирова, и Владимир Смирнов, генеральный директор Кироввод проекта. Городские кварталы. Как сделать большой проект и преобразовать целый квартал? Ну вот, наш эксперт из Иркутска, Елена Григорьева, архитектор проекта 130-й квартал, по-моему, нам в сжатые сроки, в короткое время, изложила, как сделать такой проект. И даже сроки назвала 2-3 года от момента идеи принятия политического решения до того, как инвесторы увидели реальную выгоду. Сроки, конечно, это вообще такая фантастика просто. Да, да. Это вот как раз к той истории, на которую всегда указывают властям, вы ничего не сделали, начнете, не закончите, и вообще это все невозможно и нереально, а как же так? Вот нам рассказали, как же так. Ну и я попрошу наших гостей поделиться впечатлениями и собственные замечания высказать. Давайте традиционно. Владимир Григорьевич начинает. Понятно идея и понятно, как они ее воплощали в жизнь. Еще раз скажу, что для этого нужна политическая воля первых лиц города и области, и чтобы они друг друга понимали и действовали в одном направлении. Нужно, чтобы у них были полномочные представители по этому проекту, у которых бы были большие возможности по всем службам. И нужно, так скажем, вот как и в Иркутске, какого-то, наверное, внешнего консультанта, как Перелыгин, и сообщества местных проектировщиков. Вот это хорошая история про сообщество местных проектировщиков, да. Нам и Елена Ивановна говорила, и мы сами знаем вот эту историю, мы всегда задаем этот вопрос, а как же повзаимодействовать. Она говорила, что многие не верили, многие критиковали, говорили, что все совершенно невозможно. И вот я так поняла, что круг энтузиастов, которые ждали этот момент, как сказала Елена Ивановна, они, несмотря ни на что, даже при отсутствии первоначальных средств, сразу включились в эту историю. У нас такая история, возможно, в нашем городе, Владимир Григорьевич? Возможно. И наш институт очень часто работает. Да сейчас все бюджетные заказы идут без авансов, то есть мы иногда чуть-чуть авантюрно, если говорить о бизнесе, впрягаемся в какие-то проекты и делаем их, и деньги получаем иногда через 2-3 года. А уж если будет стратегия какая-то, то есть если стратегически мы поймем, что это для города и для его жителей, и для бизнеса очень интересно, и эксперты, строители, бизнесмены оценят этот проект и тоже скажут, что да, давайте в этом направлении работать, для начала сделайте какие-то первые проработки, то проектировщики, не только мы, и мои коллеги тоже, они возьмутся и сделают. Константин. Я хотел бы напомнить, что опять же приближается большой юбилей города, это 24-й год. И у нас 5 лет до этого момента. Но это не так много, это не так много. У них 2 было года. И вот, пожалуй, это единственный шанс что-то изменить в городе. То есть если мы за эти 5 лет не сможем какой-то реализовать такой грандиозный проект, то, к сожалению, там в ближайшие 20-30-40 лет... Ни олимпиад, ни чемпионатов, ни юбилеев не предвидится. Да, ничего не предвидится. А тут можно получить в том числе какое-то и серьезное финансирование. Которое, кстати говоря, вроде бы когда... Ты же рассказывал у нас в эфире, что Шульгин озвучил... О 100 миллиардах там, да, может быть и речь. Ну да, то есть теоретически эта сумма может достичь до 100 миллиардов. Но это, естественно, не все это благоустройство. Это там какие-то такие проекты, связанные с Ливневкой, с водоводом, и с там... Как минимум половина, да, этих денег. Да, то есть все же дата есть, есть теоретические финансирования. И я, как вижу, есть какое-то некое желание у главы города и у главы области реализовать какой-то некий такой масштабный проект. Оставить свой след. Иван. Да, ну здесь, мне кажется, важно, чтобы идеи-то были. Вот то, что я у Илены услышал. Она сказала, что сообщество давно думало, что какой-то подобный проект реализовать. То есть была собственная идея. Мне кажется, за неделю поэтому так и получилось. Потому что каждый что-то ходил уже в голове, вынашивал. Было что-то проработано, ну как минимум была концепция в головах, она была уже у специалистов, и когда сложилось это с желанием губернатора, что-то сделать такое значимое, собственно, это состоялось. Вопрос, какие у нас есть идеи. Вот, какие у нас есть идеи, мы обсудим во втором части, после 12, и предлагаем эти идеи также озвучивать нашим жителям. По телефону 201-101, после 12, какие вы видите районы в Кирове, которые должны стать ключевыми точками. Да, вот она говорила, Елена говорила, что практически центр города туда сместился, вся активность деловая, творческая, культурная жизнь туда переместилась. Где у нас такой центр? Мы когда с Дашей слушали, и нам рассказывали, под театральной площадью, на склоне, где есть музей, гостиницы и так далее, мы понимаем, что прямо от этой точки, от нашего офиса на театральной, может пойти движение туда вниз. По московской и спаской. У меня идея, что называется ВОЗ и целая тележка, и я даже не профессионал, я боюсь даже думать, что как видят город люди, кто этим занимается. Нас профессионалы поправят, у нас тут студии профессионалы, они нас поправят. У нас есть еще 6 минут до перерыва. Вот смотрите, какая история очень интересная, которую мы, наверное, тоже со слушателями сможем в втором части обсудить, это очень важно. Это вот он доверие руководству, да. У них был новый губернатор, свежий, его совершенно не знали, и он говорит, вот такой проект, ребята, еще и без денег, давайте начинаем. И люди это сделали. И губернатор получил огромный вотум доверия, они сожалеют, что он сейчас ушел, он оставил там свой след. Мы, естественно, тоже занимаемся бесконечной, постоянной критикой власти во всяких ее аспектах, и в конструктивных, и не в конструктивных высказываниях, обсуждаем, что делает наша власть. Но, тем не менее, это такой серьезный проект, который вот человеку, который движется вот в этом направлении, он работает в политике, да. Безусловно, это золотой багаж такого человека. У нас ведь немного, вы сами начали с этого, немного таких примеров в России, в принципе. Отношение жителей к своему городу нашему таково, что здесь никогда ничего вообще не изменится, кто бы не пришел. Есть такое? А вот со мной не согласен, Владимир Григорьевич. Я думаю, что изменить можно. Опять же, нужно большое желание власти, первых лиц. Тут, мне кажется, вопрос Светланы был больше не о том, возможно ли это, а о том, как думают люди, возможно ли это. Что думают люди вам? Вы столкнулись, когда пытались и до сих пор пытаетесь продвигать идею квартала 119. В общем, вот все, что ты сказала, ничего не будет хорошего в нашем городе. Люди говорят, сами жители так говорят. Мнение жителей, да, такое. И я думаю, что в Иркутске как раз, и насколько я знаю, произошла как раз консолидация активной части общества вокруг этого проекта. Собственно, несмотря на то, что общее недоверие к возможности реализации, оно присутствовало, но творческая часть, специалисты смогли поверить, вложиться. То есть, если бы проектировщики, архитекторы не поверили в этот проект, он бы не состоялся. Мне кажется, здесь просто важно начать. Да, наверное, при любом проекте на тебя будет давить общественность. Везде будут писать, что это нет, это не так, это мало, много, некрасиво, красиво. Просто если ты делаешь... Все разворовали, все для своих, это отдали на сторону, тут привлекли. Вот не те, кстати говоря, привлекли тех или не тех. Нам же Перелогин рассказывал, помните, на лекции, вот в перерыве Даша сказала, что история с девелоперами была очень показательна с местными, которые заламывали цены, когда их пытались привлечь в проект, и это стало проблемой. То есть заламывали такие цены, чтобы поучаствовать, что что сделали, кто помнит. Ты же помнишь, Костя. Да, они привлекли иногородних застройщиков, и, соответственно, местные строители буквально там довольно быстро уронили свои цены на 10-20%. Но вот про фактор недоверия я бы хотел сказать, что, к сожалению, власть действительно себя дискредитировала вот этими же историями с Парком Победы. И мы понимаем, то есть были вроде бы какие-то даже начинания от предыдущей власти, то есть это, допустим, строили шахматный домик на набережной. Но это разные власти. Парк Победы это городская власть, а шахматный домик маленький объект. Он просто вспомнил, сколько это вызвало критики. Или, допустим, был же тоже некий такой начинание, это вот Вятский променад, который, так скажем... Господин Крепостнов. ...который также, ну, он немножко как бы вписывается в эту такую концептуальную идею. С трудом. Мы его тут приглашали, и он нам показывал железный мост через улицу Ленина. Мы спрашивали, как же бабушки по нему будут передвигаться, если... Ну, это все равно какая-то была некая попытка. Да, идея какая-то, конечно. Была какая-то некая идея, под которую, ну, по крайней мере, были какие-то выделены ресурсы, и какое-то было понимание, в том числе и от власти. Но я не помню, а какие ресурсы были выделены на этот проект? Ну, я думаю, что... Волощение, что именно... То есть, не уличные ресурсы, я так понимаю, что и бюджетные ресурсы какие-то, то есть, он мог теоретически там привлечь, и, соответственно, так либо иначе, то есть, паска-то немножко, она преображается. Ну, вот это вот ты о чем говоришь, что идеи-то все равно, они бродят, опять же, по-моему, это премьер Вологды был, где Лен Гипрогор начинала сотрудничество с частным... с частным собственником, который выкупил там землю и не знал, что с ней делать. И уже потом на этапе реализации проекта подключилась муниципальная власть. То есть, ну, видимо, просто тоже заинтересовались идеей. Здесь ведь тоже может быть что-то подобное. Ну, вы знаете, если мы вернемся в пятницу, и вспомню, я смотрела, поскольку модерировала встречу, смотрела на весь зал, смотрела на президиум, где сидели главы, смотрела на людей в зале. У меня было ощущение, может, это не так, мы как-нибудь в этой студии обсудим, что вот Илья Вячеславович Шульгин сидел и кивал, и очень внимательно слушал и смотрел, и так вот кивал министр ЖКХ, а Елена Васильевна Ковалева была возмущена. Она со многим, мне кажется, не соглашалась с тем, что было озвучено. И мы с ней когда говорили после этой встречи, она говорит, ну, как же это так, частная собственность, такое количество частных, как ее можно переделить? Это же совершенно невозможно, просто невозможно восприять. Это вот первое ощущение. А второе ощущение, которое здесь у меня тоже возникло, это желание консолидировать средства на одном только объекте при условии, что, конечно, со всех сторон будет раздаваться, а у нас дороги нет, у нас тротуара нет, вот здесь дырка, там тепло отрасль, конечно, не хочется туда вдаваться. Но вот сейчас едешь по городу, новые дороги, и из всех люков поднимается дымок, гейзеры, буквально на каждом шагу под дорогой. Ну вот мы сейчас прижаемся на новости тематической программы и рекламу. Тут у нас есть чем, кстати говоря, поделиться в начале часа или в конце следующего Владимиру Григорьевичу, потому что после нашего последнего Урбана, где мы обсуждали Ливневку с Шульгиным, и вы там были, у вас вчера было совещание по Ливневке, которое существенно изменило, я думаю, ну, по крайней мере, меняет взгляд на то, что планировал город. А помните, Елена Ивановна сказала, что город вообще саботировал, не хотела даже документы вот в их случае выдавать. И то, что представляют, я сейчас возвращаюсь к Кировской Ливневке, то, что говорят специалисты, насколько можно за такие деньги, в такие сроки что сделать. Прервемся, и в начале следующего часа будем принимать звонки слушателей 211-101 с вашими идеями, с какого квартала следует начать.